КОНСТАНТИН ЗОЛОТАРЕВ И окна в основном продолжали гореть. Видно, что людей заботят вещи поважнее. Сообщество «Велобарнаул» решило акцию не отменять, а изменить формат. Кататься по отдельности, отмечаясь на специальном сайте. Сколько активных велосипедистов сейчас? 13 человек за 8 минут участия в этом велопробеге. В разных концах города причем. Организаторы признались, важно сохранить единство в эти непростые времена. И лучше так виртуально, чем никак. Правда, в итоге велосипедисты все равно собрались, пусть в небольшие, разрозненные, но группы. Ведь мест в городе, где можно свободно кататься на велосипедах, увы, не так много. А час с земли – еще один хороший повод напомнить о преимуществах педального транспорта. Эта акция создана для того, чтобы привлечь внимание к энергопотреблению и, соответственно, сказать про велосипед как экологический вид транспорта. А исходя из того, что сейчас происходит, также велосипед – это удобная альтернатива на данный момент, потому что с помощью велосипеда можно избегать массовых скоплений в общественном транспорте, на остановках. На исходе часа в онлайн-пробеге было 18, чуть позже 19 активных участников. При этом на сайте почти 100 сочувствующих посетителей. Участники надеются, что следующая велоакция в Барнауле под названием «На велосипеде на работу», которая намечена на май, пройдет уже не с десятками виртуальных, а с реальными участниками. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.